Фотосессия на высоте и за гранью закона в Дубае задержали больше 10 молодых женщин, которые позировали обнаженными на балконе элитного отеля. Красивые виды оценили не все. Какое наказание теперь ждет участница эротической съемки по суровым местным законам? И ради чего это все затевалось, разбирал Султан Зиганов. 15 юных дев на высоте 20 этажа. Картина, по мнению организаторов перформанса, достойна восхищения. Но вместо аплодисментов зрителей лишь шум ветра. Самая одета из моделей щеголяет лишь в скромных тапочках. Еще одну девушку на совместное фото не берут. Она играет против правил, оставив на себе легкие шорты. Правда, в этой истории неожиданно проиграли все. А дело в том, что действие происходило в отеле в центре Дубая. Страна жаркая, но оголяться таким образом здесь не то, чтобы не принято. Запрещено категорически. В отношении арестованных было возбуждено уголовное дело, и они были переданы в прокуратуру для дальнейшего судебного разбирательства. Полиция Дубая предостерегает от такого неприемленного поведения, которое не отражает ценности и этику эмиратского общества. Это цитата из сообщения дубайской полиции, которая фотосессией занялась очень серьезно. А ведь как хорошо все начиналось. Среди участниц голой фотосессии сплошь и рядом одни таланты. Вот так девушки проводили время еще до раздевания. Кто собрал красавица в отеле, пока не ясно. Известно, что среди задержанных IT-предприниматель из России Алексей Концов. Вот предположительные его фото. По некоторым данным, с фотоаппаратом мастерски управлялся гражданин Израиля. А смелые снимки должны были в итоге украсить некий израильский сайт для взрослых. Но попали лишь в уголовное дело. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Но справедливости ради стоит отметить, что даже в Российской Федерации мимо обнаженки в общественном месте полицейские не пройдут. Подобное, хоть и административное правонарушение, можно расценивать как мелкое хулиганство и явное неуважение к обществу. Даже если нарушитель решил попозировать с балкона или окна. В Объединенных Арабских Эмиратах законы значительно строже. Кроме штрафов в 5000 дирхамов, это больше 100 тысяч рублей, участникам голой фотосессии может грозить реальный срок до полугода. И по мнению известного продюсера Иосифа Пригожина, который в период пандемии жил и лечился в Дубае, этого следовало ожидать организаторам перформанса. Я с уважением отношусь к этому месту и с удовольствием буду приезжать в эту замечательную страну для отдыха. Но если вы нарушили закон, то вы должны понимать, что за него придется строго нести ответственность. Там все четко, все жестко. Для дубайских властей не имеет значения гражданство задержанных. Среди девушек, по некоторым данным, представители сразу нескольких государств Восточной Европы. И теперь в жаркой стране после горячей фотосессии им придется нелегко. Но на сегодняшний день рано говорить о каких-то видах и мерах ответственности. Нужно смотреть, конечно же, на то, как будут проходить следственные мероприятия. Стоит отметить, что суровые законы Эмирата для туристов относительно лояльны. В местах отдыха иностранцев вольности в степени, так сказать, одетости все же допускаются. Но абсолютная неодетость, к тому же демонстративное выставление на показ с 20 этажа, это уж за гранью любых отступлений. Султан Зиганов, Янина Левкина, Вести, дежурная часть. Султан Зиганов, Янина Левкина, Вести, дежурная часть. Султан Зиганов, Янина Левкина, Вести, дежурная часть. Продолжение следует...